Их работа увлекательна и очень познавательна. Сотрудники музея усадьбы Лазарева Хвафрянова даже в период самоизоляции продолжают просвещать и увлекать зрителей, приглашая витиеватый и загадочный мир истории. Посетить усадьбу в эти дни, разумеется, не получится, однако познакомиться с некоторыми историями дистанционно возможно. Мы перешли в онлайн-режим, в онлайн-формат, как многие музеи, и предлагаем нашим посетителям и видеоэкскурсии. Такая рубрика у нас есть, как «История одного экспоната». Это тоже небольшое видео, которое посвящено какому-то конкретному экспонату. Также мы снимаем видео лекции. Интересная у нас была лекция, посвященная Дню культурного исторического наследия, в котором мы рассказали про основные объекты, расположенные на территории городского округа и затронули территорию еще бывшего Щелковского района. Немало интересных онлайн-проектов приготовили сотрудники. Директор Екатерина Чернова рассказала и о предстоящей ночи музеев. К этому мероприятию по традиции готовят увлекательные квесты и особый мистический проект. Также активные приготовления в музее идут к предстоящему 75-летию Великой Победы. Вот сейчас такая задача для нас номер один. Это в онлайн-режиме, но все-таки отметить этот праздник. Так, немножечко анонсирую. Скорее всего, у нас это будет серия публикаций, посвященная нашему проекту «Треугольное небо. Невозможное быль». Это проект, посвященный фронтовым письмам. У нас очень хорошая коллекция фронтовых писем хранится. И нам удалось уже порядка шести историй, что называется, раскрутить. То есть мы знаем, кто пишет, кому пишет, какова была судьба дальнейшая этих людей. Мы вышли на родственников. Есть одна история, которая просто тронула нас до глубины души. В 43-й год, любовь, он умирает, она остается. И мы пытаемся найти эту женщину. И просто пишем в соцсетях наших, что разыскиваем такую-то, такую-то. И отзывается человек, который говорит, да, я ее знаю. Дальше пошло-пошло. И выясняется, что все-таки у этой их первой любви, несмотря на то, что он погиб в 45-м году, не успели пожениться, она успела родить дочку, потом она вышла замуж второй раз. Но вот от этой первой любви сейчас есть внук. И, в общем, этот внук пришел к нам в музей и говорит, а я внук Лизы. То есть, на самом деле, когда вот такие истории раскручиваются, когда просто вот из одного вот этого пожелтевшего листочка бумаги с полуслевшими буквами вырастает человеческая история жизненная, то вот это очень сильно трогает. То есть мы хотим именно рассказать вот эти вот истории, их как бы показать, что вот это письма, они действительно имеют большое значение. Словом, не скучают и зрителям не дают. Сотрудники музея-усадьбы Фрианова время позволяет, желание есть, так почему не отправиться на экскурсию, пусть и виртуальную, тем более, что для этого даже не придется выходить из дома.